Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы вспоминаем евангельские события. Они говорят о том, в последнем дне, когда Христос был в славе, когда Его окружало торжество, благодарность и поклонение народа. А потом уже, начиная с Великого Понедельника, там речь о славе и о торжестве уже не идет, а речь идет уже о предательстве, поношении, поругании, избиении и крестной смерти Христа. И вот сегодня такой замечательный день, что именно в этот день большинство причастников бывает в храме, то есть наибольшее количество причастников в году именно бывает в вербное воскресенье. Даже не в Великий Четверг и даже не в праздник Пасхи, а именно в вербное воскресенье. Ну, с чем это связано? Это, видимо, связано с тем, что люди, попастившись, хотят причаститься и встретить в Страстную Неделю Пасху Страстей и Светлую Пасху уже со Христом, уже причастниками. С другой стороны, здесь есть какой-то более глубокий, духовный, какой-то мистический смысл, и он в какой-то степени даже и трагический, этот смысл. Потому что сам праздник, это тоже праздник тогда того, что Христа окружала толпа народа. Да, но потом-то эта толпа куда-то вся делась, и рядом с Христом Христовым остался только Иоанн и Богородица. И мы видим, что и на Страстной Неделе такое стечение народа не бывает, а на вербное воскресенье вот приходят люди, уж не знаю, может быть, некоторые просто приходят для того, чтобы осветить вербы. Некоторые как-то обижаются даже, что если им не хватает самих этих веточек, или вода не попадает на эти веточки. Буквально были жалобы вчера уже на то, что человек надеялся взять веточки не только себе, но и всем своим домочадцам, а ему, дескать, вот эти веточки не дали. Но это, конечно, плохо, что здесь в храме человек чувствует, что как-то грубят ему, да, с другой стороны, а зачем эти веточки, в принципе, нужны, да? Ведь эти веточки имеют смысл тогда, когда человек стоит в храме, когда человек в храме, как вот в Иерусалиме в то время, человек стоит с этими ветвями и встречает Господа. А дома они, в общем-то, смысла-то особо не имеют, кроме того, что мы ими украшаем иконы, ну и что-то там еще с ними делаем. А потом голову ломаем, куда же их теперь одевать, как их утилизировать. Вот, поэтому, как мы сейчас читали молитву на благословение, на освящение вай, то есть этих вербных веточек, там говорится о том, что всех тех, которые эти ветки вот сейчас в храме держат, которые тебя, Господи, встречают, как те дети и люди в Иерусалиме, вот их соблюди, их сохрани, и сподоби их войти в светлое твое воскресенье. Вот когда они имеют смысл. То есть, фактически в самом храме. А дома, в общем-то, непонятно зачем. Так вот, дело все в том, что события, которые мы празднуем, и которые составляют суть наших православных праздников, события, как правило, евангельской истории, да, церковной истории, это события вневременные. Это события, которые не просто произошли когда-то очень давно, а теперь мы только о них можем вспоминать. А это события, в которых мы непосредственно призваны участвовать. И участвовать, конечно, не сколько телом, сколько духовно участвовать, да, своей памятью, своим умом, своим сердцем. Но и тело человеческое, оно тоже очень много значит в нашей жизни, в нашем поведении, в нашем самоощущении. И поэтому в церкви существует вот такая атрибутика праздников, чтобы помочь человеку через органы чувств, через само его тело ощутить вот это погружение в то время, погружение в тот праздник, который празднуется. И вот как раз вот эти вербочки, вот то, что мы с ними сегодня предстоим, это явный такой, понятный пример тому, того, что я сказал. То есть нет у Бога времени. Мы вот как бы переносимся на две тысячи лет назад, как в некой машине времени, и встречаем Господа в Иерусалиме. С каким настроением встречали тогда люди Христа? Ну, сразу, в основном, все-таки люди не понимали, в чем должно, что должно в Иерусалиме произойти. В чем главное призвание Мессии и кто такой Мессия? Люди в то время думали, что Мессия – это царь Израиля, который воцарится, который наведет порядок, который приведет Израиль к благосостоянию, процветанию, к экономическому процветанию и к господству над всеми другими народами и странами. И вот Христос вроде бы отвечал этим признакам, потому что Он соответствовал тем пророческим высказываниям, которые люди знали. Он исцелял людей, Он кормил пятью хлебами пять тысяч, Он даже воскрешал мертвых. Казалось бы, ну какой еще должен быть Мессия? Вот Он, вот Он Мессия. С одной стороны, Он этим критериям отвечал, а с другой стороны, мы знаем, что Христос пришел в мир для другого. Он говорил, что «Царство Мое не от мира сего». И вот когда люди, большинство людей поняли это, в том числе и апостолы, в том числе и Иуда, они были, в общем-то, разочарованы во Христе. Они поняли, что Он не исполняет каких-то мирских их чаяний, Он не становится царем, Он не наказывает своих врагов, Он не оправдывается, Он не отстаивает свою истину какую-то, свои слова, свою правду, а Он смиренно идет на крест, идет на страдания. И вот тогда от Него отвернулись все те люди, которые буквально несколько дней назад кричали «Ассанна, сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне!» Что поменялось в этих людях? В этих людях ничего не поменялось. Что поменялось, может быть, во Христе? В России тоже ничего не поменялось. Но в итоге произошло то, что произошло. Отвернулись люди от Бога. И вот и сейчас то же самое происходит с очень многими людьми, которые приходят в храм, приходят к таинствам даже церковным, для того, чтобы получить от Бога какие-то мирские дары. Кто-то хочет исцелиться, кто-то хочет, чтобы у него наступила в жизни, в бизнесе светлая полоса, потому что не везет ему в делах. Кто-то хочет, чтобы Господь помог выполнить его волю. Вот он хочет, например, там, жениться на ком-то или замуж выйти именно за этого человека. Ну, кто-то хочет обогатиться, кто-то хочет, может быть, того, чего сейчас очень, может быть, действительно многие хотят, чтобы Россия стала гегемоном в мире, чтобы она господствовала над всеми другими народами. Кто-то, может быть, совсем безумный человек хочет, и чтобы в войне, которая начнется, и этого, может быть, даже тоже хочет человек, чтобы Россия победила всех своих врагов и тоже воцарилась над всем миром. То есть кто-то имеет вот чисто политические какие-то чаяния и желания. И вот таких людей, конечно, Господь разочарует, потому что тот дар, который Господь дает, он качественно отличается от всего этого, он другой. И если человек вот этого другого дара принять не хочет и не может, то он, конечно, какое-то время, может быть, в церкви он и будет, но в конце концов он сначала начнет ощущать пустоту в храме и в своем сердце, а потом и вовсе охладеет и совсем уйдет из церкви. Так вот, мы должны стремиться к главному. Мы должны стремиться туда, куда Господь всегда призывает нас стремиться, вверх, в горе, ввысь, в небо, душой своей устремляться именно в вечную жизнь, в вечное блаженное Царство Христово. И вот тогда действительно Бог будет Царем, когда мы признаем Его Царем будущего века, Царем будущего Царства, когда мы признаем Его Царем своей жизни, не своей страны, не своей партии, не своего общества, а своей жизни, себя лично. Вот тогда человек начнет понимать, вот тогда Дух Святой начнет орошать сердце человека и ум человека, для того, чтобы он понял основы христианства, для того, чтобы он понял, что в церкви здесь дает Бог нам. И вот это разочарование человеческое, да, в общем-то, можно сказать, что это праздник такого разочарования, да, потому что был один единственный день во всей мировой истории, был, когда действительно Бог был Царем над народом. И этот день как раз, это вот вход Господа в Иерусалим, когда все признали Его Царем, а буквально через три дня все от этого Царя отвернулись и отреклись. Вот в этот сегодняшний праздник я вам желаю, чтобы вы брали в церкви то, что Бог дает, и наоборот не искали в церкви того, чего Бог не обещает нам. Он не обещает нам сильного, крепкого и всегдашнего здоровья. Он не обещает нам долголетия, поскольку странно просить у Сына Божия, который с земной жизнью прожил всего 33 года, какой-то особо длинной, долгой жизни. Он не обещает нам мирского благополучия и процветания. Он не обещает каких-то особых даров и особых каких-то побед в нашей стране. Обратите внимание, что в Евангелии вообще нету ничего о коллективах. Там единственный коллектив упоминается в Новом Завете. Это новый народ Божий, это язык святой, это царское свещество, это церковь Христова. Все остальные коллективы, партия, общество, страны, государства, Христос как бы не видит их совершенно, понимаете? Они не имеют в очах Божьих никакой ценности. Ценность представляет перед Богом не народ, не страна, а каждый человек. Каждый человек в его неповторимой личности, в неповторимой душе. Так вот, Господь не обещает каких-то особых побед, благополучия, процветания в стране, нашей или любой другой стране. Господь обещает нам спасение и вечную жизнь. И вот к этому нам надо стремиться, этого надо желать, и этого у Бога просить. Ему же слава во веки веков. С праздников всех спаси Господь. Спасибо.